Наше время стремительно бежит, и почему-то времени осталось меньше, чем я предполагал. Мне хотелось бы немножечко вот оставшуюся часть времени посвятить такой теме, как общая информация о всемирном потопе. Я думаю, что это будет интересная информация. Мы с вами рассмотрим потоп с геологической точки зрения. Мы поговорим о том, что говорят неверующие геологи, что говорят верующие геологи, что говорит Библия и что говорит Большой Каньон. Конечно же, времени у нас не так много, поэтому мы сразу с места в карьер. Что говорят неверующие геологи? Неверующие геологи говорят, что настоящее – это ключ к прошлому. Задумайтесь над этим. Неверующие геологи говорят, что настоящее – это ключ к прошлому. То есть те же самые процессы, которые действуют сейчас, действовали и в прошлом. Если сейчас не происходят какие-то события, какие-то процессы, то значит нет никаких оснований говорить, что они когда-то происходили. Если мы не наблюдаем сейчас глобальных всемирных катастроф, то не следует предполагать глобальные катастрофы и в прошлом. Поэтому, руководствуясь вот этим вот принципом, неверующие геологи говорят о медленном образовании осадочных пород на протяжении миллионов лет. Они говорят, что когда-то Землю покрывал океан, и вот из этого океана выпадали осадочные породы. Это происходило очень медленно на протяжении очень долгого времени, миллионов лет. Затем этот океан, он трансформировался вот в тот вид, который сейчас имеют современные океаны, открылась суша, вот, и началась постепенная эрозия открывшихся вот этих вот осадочных пород, то есть прорезывание каньонов, которое тоже шло миллионы лет. Что говорят верующие геологи? На вершинах гор и так далее, и тому подобное. Однако, по мере того, как стала развиваться теория эволюции, она сначала стала развиваться в геологии, и только потом уже перекинулась на биологию. То есть сначала теорию эволюции в геологии распространял Лаель, и потом уже эту же теорию подхватил и начал развивать в биологии Дарвин. Так вот, когда эволюционная теория стала развиваться, то многие христиане, даже ученые того периода, они стали менять свои взгляды, пытаясь как-то совместить науку своего времени с библейскими взглядами. Как это всегда и происходит, это, кстати, никогда не было безопасным путем, потому что наука меняется, иногда меняются теории, взгляды на кардинально противоположные, открываются новые сведения и так далее. Вот, и если вы постоянно приспосабливаете толкование Библии к науке, то, в принципе, у вас нет толкования Библии. Так вот, когда стала развиваться теория эволюции, то некоторые стали предполагать серию всемирных потопов, одним из которых был Ноев потоп, и это происходило на протяжении якобы миллионов лет, и Ноев потоп тоже когда-то в далеком неизвестном будущем когда-то происходил. Эту теорию поддерживал Кювье, парижский профессор, и пропагандировал шотландский пастор Томас Чалмерс. Также была другая теория, теория мирного потопа. Мирный потоп якобы не оставил никаких следов на земной поверхности. То есть некоторые говорили, да, потоп был, он был всемирным, но он происходил так мягко и так гладко, что, в общем-то, никаких следов это в геологии не оставило. Это теория Бакланда в Оксфордском университете, пропагандировал ее шотландский пастор Джон Флеминг. И теория локального потопа. Согласно теории локального потопа, потоп был только в Месопотамии. То есть, когда говорится о том, что воды потопа покрыли всю землю, имеется в виду землю Месопотамии, землю того региона. Наиболее известный адвокат этой теории это Джон Пай Смит в 1839 году. К 1860 годам эта теория стала преобладать в христианстве. И многие люди, которые пытаются совместить веру в Бога и христианство, с одной стороны, и теорию эволюции, с другой, вот многие такие люди, они придерживаются или принимают теорию локального потопа. Как будто бы потоп относился только лишь к Месопотамии. И я тоже в настоящее время встречал многих таких людей. Многие, кто верят в теорию эволюции в биологии и в геологии, они говорят о локальном потопе. И даже в нашем братстве я встречал таких людей, которые утверждали, что потоп не нужно понимать слишком буквально, что он глобальный был, ну, лишь до определенной степени, да, но не обязательно покрывал всю землю. Что же говорит Библия? В пользу того, что потоп носил всемирный характер, можно привести множество доводов на основании Библии. Из-за экономии времени я лишь несколько назову. Ну, во-первых, это высота воды. В 7 главе Бытия, 19-20 стихи, мы читаем, что воды поднялись на 15 локтей. То есть 7-8 метров над вершинами высоких гор. Подумайте, воды поднялись на 7-8 метров над вершинами самых высоких гор. Однако вода ведь не может собираться в кучи. Если даже одна высокая гора была покрыта водой, то это значило бы, что вода должна была растечься по всему земному шару и равномерно покрывать всю поверхность земли. Уточнение в 7 главе 19 стихе дается такое. Все высокие горы, которые есть под всем небом. Опять же, оно не предполагает какую-то шарообразную каплю, которая скопилась только лишь над Месопотамской долиной, а в остальных местах якобы была сушь. Нет, это было бы невозможно. Дальше продолжительность потопа. Согласно книге Бытие, потоп продолжался 346 дней. Подобная продолжительность очень маловероятна для местного разлива Тигра и Ефрата. Местные разливы Тигра и Ефрата наблюдались на протяжении всей истории и в настоящее время могут происходить, но они никогда не длятся целый год. Далее, нужда в ковчеге. Нужда в ковчеге предполагает, что потоп должен был быть действительно всемирным. Ведь если бы потоп представлял собой локальное наводнение, пусть даже очень крупное, но все-таки локальное, в постройке ковчега не было бы вообще никакой нужды. Гораздо проще было бы переселиться в другую местность. То есть Бог мог бы предупредить Ноя и сказать, вот заблаговременно выйди из Месопотамии, перейди в такую-то землю, и там тебя потоп не настигнет, потоп будет вот здесь вот. Бог мог бы не приказывать Ною строить ковчег. Представьте себе, Ной потратил около 120 лет, как мы с вами упоминали уже в предыдущей сессии, он около 120 лет потратил на постройку ковчега. Зачем были все эти огромные усилия, все эти годы работы, если достаточно было несколько недель пеших переходов? Нужда в ковчеге подчеркивает, что потоп действительно был глобальным, то есть всемирным. Далее следующий фактор, или следующий факт, подтверждающий, что это всемирный потоп, что Библия говорит о всемирном потопе, это необходимость брать на ковчег животных. Известно, что животные мигрируют даже легче, чем люди. Если бы потоп был местным, локальным, то Господь мог бы просто побудить животных мигрировать в другие районы. Бог же вместо этого побудил их прийти к Ною и войти на ковчег. Здесь возникает вопрос такой, как много видов животных Ной должен был взять в ковчег? Должен ли был Ной взять все миллионы видов, которые классифицируются современными биологами? Здесь надо сделать несколько уточнений. Во-первых, на борт требовалось взять только наземных животных и птиц. То есть морские животные не нуждались в том, чтобы их брать с собой на ковчег, естественно, по понятным причинам. Это на несколько порядков сокращает количество видов, поскольку огромное количество видов являются морскими обитателями. Во-вторых, библейское определение вида не следует путать с определением современных биологов, Ной точно не мог руководствоваться современными биологическими классификациями. В ковчег должны были попасть только так называемые родительские виды, то есть те, из которых впоследствии может развиться все многообразие видов, известных в настоящее время. Вот этот процесс развития новых видов из родительских видов мы называем микроэволюцией. В отличие от макроэволюции, которую постулировал Дарвин, которая говорит о том, что из микроба развился микробиолог. Вот. Действительно, креационисты по-разному оценивают, какое максимальное количество животных должно было оказаться в ковчеге. Предлагавшиеся цифры варьируют от немногих тысяч до 35 тысяч. Однако эта цифра может быть и того меньше, в районе может быть двух тысяч, если библейский вид примерно соответствует современной таксономической категории семейства. Поскольку в рамках одного семейства происходит скрещивание между животными с производством потомства, в рамках одного семейства происходит развитие, переходы из одного вида в другой, то поэтому как раз-таки в рамках одного семейства скорее всего и имеются в виду библейские виды. То есть Ной должен был взять по паре представителей от каждых семейств. Это очень сильно сокращает количество родительских видов, которые он должен был взять, из которых уже все остальные виды могли развиваться. Дальше. Размеры ковчега. Корабль Ноя был гигантских размеров. Когда вы смотрите, например, детские библии, где нарисован там какой-нибудь кораблик, там окошко, и из него торчит обезьянка какая-нибудь, а на крыше сидит Ной, размером почти что с этот кораблик, то многие люди не представляют себе, что на самом деле представлял из себя ковчег. Дело в том, что ковчег был гигантских размеров 300 на 50 на 30 локтей, то есть в грубом приближении 150 на 25 на 15 метров. По самым скромным подсчетам, водоизмещение такого судна должно было составлять почти 20 тысяч тонн. И человечество, вот в современной обозримой нам цивилизации, смогло построить сравнимый по размерам корабль лишь в 1884 году. Только в 1884 году был построен океанский лайнер «Этурия», длина которого превышала длину ковчега. До 1884 года, то есть до конца 19 века, грубо говоря, все корабли, которые строили люди, были намного меньше, чем ковчег. Ковчег был действительно гигантским, и неудивительно, что Ной понадобилось 120 лет, чтобы его построить. Так вот, даже если бы по каким-то причинам спастись от локального наводнения на корабле было бы удобнее, строить корабль такой величины не имело бы смысла. Все это свидетельствует о том, что наводнение действительно угрожало Ною и планете по-настоящему всемирное, глобальное. Далее, апостол Петр. Апостол Петр свидетельствует, что весь мир погиб, быв потоплен водою. И сравнивает Ноев потоп со вторым пришествием Христа. По сути, это, помните, второе послание Петра, третья глава. По сути, аргумент апостола Петра сводится к следующему. Как во время потопа погиб весь мир от наводнения, так во время второго пришествия вся земля будет уничтожена огнем. Вот такое сравнение. Земля и все дела на ней сгорят. Если во времена Ноя было лишь локальное наводнение в Междуречии, то сравнение со вторым пришествием и с судом глобальным над всей землей тоже не имело бы смысла. Далее, Библия говорит о полном уничтожении человечества и животных. В Бытие 7.4 мы читаем «Истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Бытие 7.23 «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота. Все истребилось с земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Трудно представить себе, чтобы в те времена все люди и животные обитали бы на ограниченной территории Месопотамской долины. Естественно, животные расходятся, мигрируют, поэтому сосредоточить их на маленькой территории невозможно. Все это не соответствует картине локального потопа, а наоборот соответствует картине глобального потопа. Далее, очень важный аргумент – это обещание не повторять потопа. Ведь Бог заключает после потопа, заключает с Ноем Завет, Ноев Завет так называемый, где Он дает обещание, что отныне сеяние и жатва на земле не прекратятся. То есть, во время потопа на год сеяние и жатва прекратилось, потому что вся земля была заполнена водой. И Бог обещает больше никогда не повторять этой катастрофы и в качестве знака этого Завета учреждает радугу и, указывая на радугу, говорит, что каждый раз, когда посмотришь на радугу, вспоминай, и я, смотря на радугу, вспоминаю обещание не повторять больше потопа. Но с тех пор в истории Земли известно множество больших локальных наводнений. Если только Ноев потоп был локальным, то Божье обещание не повторять потопа многократно, тысячи раз было бы уже нарушено. А вот ни одного всемирного потопа с тех пор действительно не было. Так что обещание не повторять потопа тоже противоречит идее о локальном потопе. Интересно подумать о геологии потопа, к чему мы сейчас постепенно переходим, и у нас будут некоторые слайды, которые я вам покажу. Когда Библия описывает потоп, то это описывается в следующих терминах. Источники великой бездны открылись в первый день потопа, 7 глава, 11 стих, а закрылись в 150-й день потопа. Бездна по-еврейски это Техом или океан. То есть источники океана. Это подразумевает какие-то массивные тектонические сдвиги и открытие земной коры в глубинах океана, что, естественно, выводит на поверхность подземные воды. В настоящее время известно, я не знаю, вы задумывались над этим или нет, но в настоящее время известно, что подземные запасы воды в земной коре превышают количество воды в мировом океане в пять раз. Вот знаете, каждый раз, когда вы бурите на воду, кто-то скважину бурит на воду, вы же куда бурите? В водоносные горизонты. Там моря и озера и океаны. И вот было подсчитано, или ученые моделируют, предполагая, что запасы подземной воды в земной коре превышают количество воды в мировом океане в пять раз. Библия описывает эти события, и мы можем представить их себе примерно таким вот образом. Источники Великой Бездны прорвались, разорвав земную кору и выбросив фонтаны воды, находившиеся под давлением, а также огромные потоки магмы из недр земли. Эти потоки должны были вызвать цунами, которые обрушились на континенты, измельчая и затопляя все на своем пути. Огромные турбулентные течения и подводные грязевые сели, то есть потоки грязи и мусора, которые несла с собой вода, разметали осадки по всем континентам. Столь масштабные геологические изменения были бы весьма нехарактерны для местного наводнения в какой-либо части Ближнего Востока. То есть, если бы это было местное наводнение, то о источниках Великой Бездны, то есть об источниках океана, было бы бессмысленно говорить, то есть это не имело бы никакого отношения к Месопотамской долине. Поняли, да? Итак, это вот то, что мы увидели в Библии. Библия свидетельствует нам действительно о глобальной катастрофе. Давайте теперь посмотрим, что же говорит нам Большой каньон. Включите, пожалуйста, слайды. И сейчас уже пусть на экранах будут постоянно слайды, я буду говорить вам, когда переключать. Вот. Что такое Большой каньон? Большой каньон – это всего-навсего такая большая дырка на поверхности Земли. Ну, это некоторое преуменьшение, конечно. Большой каньон – это вот такое вот очень красивое образование. Каньон, прорезанный потоками воды, рекой, по которому протекает река Колорадо. Мне довелось побывать в экспедиции по Большому каньону. Следующий слайд. Эта экспедиция происходила, я несколько слов скажу, вот на таких вот плотах. Большие, видите, плоты, чуть-чуть побольше, чем те, на которых мы на сплаве были в прошлое воскресенье. На этих плотах сидят сверху таким вот образом, они везут с собой запасы припасов, и мы целую неделю сплавлялись по каньону. Следующий слайд. Вот такие вот величественные виды вы можете увидеть из глубины каньона. Дальше. Вот такие вот красивые пейзажи вас будут окружать. Это, кстати, река Малая Колорадо. Малая Колорадовка. Вот, как я ее назвал. Она очень теплая, потому что мелкая, в то время как в самом Большом каньоне температура воды в верховьях 8 градусов. То есть летом, когда температура воздуха 40-45 градусов, температура воды 8 градусов. Температура воды 8 градусов, это, знаете, такая температура, это если вы вот в жаре, в полном снаряжении, вы в сандалях зайдете в воду, а она же течет еще, 8 градусов и течет. Вы заходите в воду по щиколотке, и через несколько секунд у вас сводят стопу. То есть мышцы свода стопы уже спазмированы, потому что холоднющая вода течет. Ну вот, это Малая Колорадо, она более такая теплая, хорошо прогревается. Следующий слайд. Такие вот виды еще. Вот, на этой фотографии, это, кстати, моя фотография, мы прошли только что через ту же самую стремнину, и вот здесь вот, вы, может быть, не видите, но там лодка. То есть вот этот вот огромный катер, огромный катамаран, в длину там метров 5-7, наверное, ширину несколько, он вот там вот, видите, ближе к левому углу такая вот белая волна накрыла полностью вот этот вот катер. Следующая фотография. На следующей фотографии, если вам видно, то этот катер уже вышел из волны. Может быть, немножечко из-за того, что мелко на экранах не так хорошо видно, но вы уже можете увидеть лодочку. Следующий слайд. Из-за того, что вода очень холодная, то несмотря на то, что на улице 40-45-50, наверное, градусов, большую часть времени ты выглядишь вот так вот, взмерз як цуцик, потому что холодной водой тебя постоянно обливает, и потом вот ветерок малейший, и все это очень холодно. Следующий слайд. Это наш лагерь. Если вы можете разглядеть, там внизу немножечко видно, видны стулья, палатки, людей, и вот закат над лагерем. Мы останавливались прямо на берегах реки. Следующая фотография. Вот когда поднимаешься наверх во время одного из восхождений, у нас каждый день там были, как правило, восхождения, ты можешь наблюдать вот такую вот величественную картину. И в течение всей этой поездки с нами были геологи, несколько геологов и несколько специалистов по изучению Библии, библеистов, и они подготовили очень хорошие лекции. Геологи были доктора геологических наук, авторы статей и книг, которые, и один из них, например, один из них посвятил всю свою жизнь изучению именно Большого каньона, вот, и знающие люди говорили, что во всем мире нет такого специалиста по Большому каньону, как он, потому что он провел в Большом каньоне 35 лет, изучая его в каждом сезоне безвылазно и писал, каждый раз публиковал свои исследования, писал книги. У него есть двухтомник по геологии, написанной с библейских позиций, с позиций веры в глобальный потоп, да, то есть он показывает, как Большой каньон доказывает, на самом деле, доказывает библейское повествование о Великом или Всемирном потопе. Переключите, пожалуйста, на следующий слайд. Вот, когда вы смотрите на этот каньон, Большой каньон, то возникает вопрос, когда же и как все это образовалось? Следующий. У вас почему-то не работает анимация на слайдах. Ну ладно, не будем сильно тратить на это время. Должно быть все красиво, там должна быть стрелочка такая, ну ладно. По представлениям эволюционных геологов, Большой каньон образовался сначала, следующим образом, сначала на протяжении 300 миллионов лет шла седиментация, то есть отложение вот этих вот осадочных пород слой за слоем, вы увидите дальше, мы будем говорить о слоях, слоистости вот этих геологических пород. Так вот, эволюционные геологи говорят, что сначала на протяжении примерно 300 миллионов лет шло отложение вот этих вот осадочных пород, а затем на протяжении примерно 5 миллионов лет происходила эрозия, то есть вода медленно, опять же, также слой за слоем, сантиметр за сантиметром, вымывала вот эти вот породы, 300 миллионов лет они откладывались, и потом на протяжении примерно 5 миллионов лет вода проделала вот такую вот прорезь, такое углубление в этом каньоне. однако давайте посмотрим на то, что говорит нам Большой каньон. Следующий слайд. Несколько признаков... Несколько признаков указывают на то, что эволюционное объяснение происхождения каньона весьма маловероятно, и наоборот, множество признаков указывают на быстрое формирование этого каньона. Я очень надеюсь, что у нас получится все-таки посмотреть эти слайды, потому что мой рассказ без фотографий будет иметь мало смысла. Ага, вот переключился, да? Итак, первый признак, который указывает на быстрое формирование каньона, это отсутствие признаков эрозии между слоями. Вы следите за моей рукой, я имею в виду вот кто презентацию, да? Чтобы не говорить каждый раз, следующий слайд, следующий слайд, а то всем уже это... Я буду махать вот так вот. Ну, к сожалению, опять же, у вас анимация не работает, то есть вот если бы с моего компьютера показывали, то эти мультики выглядели бы гораздо более презентабельно. Я не знаю, что у вас PowerPoint, что ли, не стоит? То есть, мне кажется, нет таких людей в современном мире, у которых на компьютере PowerPoint не работает. Почему у вас презентации... Ну, в смысле, нет режима презентации или нет анимации. Вот. В общем, рассказ должен идти следующим образом. Как же вам это даже объяснить теперь? Можно на мой компьютер все-таки? Я извиняюсь, но просто это не имеет смысла. О, поехала, нашли, все. Посмотрите, посмотрите вот на эту картинку. Вот представим себе, что эволюционным путем на протяжении миллионов лет, чисто гипотетически, предположим, да, откладывались слои, и вот образовались вот такие вот слои в толще океана. Потом океан в результате каких-то процессов отступает, обнажается суша, и начинаются процессы эрозии. Эрозии под действием чего? О, воды, это, допустим, дождь идет, смывает, реки откуда-то там из ледников, из гор текут, смывают, ветер дует, тоже выдувает. Что в результате происходит? О, в результате получается вот такая вот картинка, да, то есть вот эти вот первоначальные слои прорезываются вот следами эрозии, прорезываются всякими каньончиками, всякими озерцами, дырочками и так далее, и тому подобное. Потом над этими слоями, что будет происходить? Над этими слоями у нас снова будет мировой океан, снова идет отложение осадочных пород. Следующая картинка. То есть над эрозированными слоями, где прерываются все вот эти вот первоначальные слои, над ними откладываются новые слои, которые потом, когда океан сходит, снова подвергаются эрозии. Следующий. Таким образом у нас картина должна выглядеть вот именно таким образом, как вы видите в нижней части слайда сейчас. Смотрите, да? Видите? Как она выглядит на самом деле в Большом каньоне? Еще разочек нажмите. Она выглядит вот так вот. То есть между слоями осадочных пород нет следов эрозии. Следующий слайд. Вот так вот выглядит картина Большого каньона. Если ее представить, то здесь вам показано положение с севера или ориентация слайда с севера. Это левая часть слайда на юг, правая часть слайда. Большой каньон – это вот та дырочка. Опять же, если бы я со своего компьютера показал, я бы вам стрелочкой это показал. К сожалению, не совсем удобно это. Вот Большой каньон – вот видите, куда сейчас самая правая стрелка упирается? Если есть указка, да, это можно. Вот Большой каньон – это вот та траншея, куда упирается правая стрелочка. К сожалению, да, на экране не видно, это будет там. Вот. Ну, придется вам на пальцах следить, да. То есть, вот видите, правая стрелочка показывает на такую траншею, как бы, которая вдоль всей этой картинки прорыта, это и есть Большой каньон. И на этой схеме показаны разные образования геологические, которые мы видим снаружи, которые подводят к Большому каньону. Это каньон Брайса, Серые скалы, Сионский каньон, Белые скалы, Скалы Вермельона. И потом мы доходим до Большого каньона. Так вот, в верхних частях снаружи действительно видны массивные признаки эрозии, то есть множество каньонов и неровная, изрытая поверхность земли. Но если вы посмотрите на... Вот в глубину этих слоев, то они все ровные и не содержат никаких признаков эрозии, что свидетельствует о том, что они вряд ли образовывались постепенно на протяжении миллионов лет, то откладываясь, то подвергаясь эрозии. Действительно ли... Нажмите еще разочек. Действительно ли вот вся эта толща образовалась за 300 миллионов лет? Еще разочек нажмите. Еще разочек. По сути, между пластами отсутствуют признаки эрозии. Вот эта вот фотография, моя фотография, которую вы можете увидеть. Вот так вот выглядит большая часть на протяжении всего Большого каньона. Вот так вот выглядят его берега, его стены. То есть вы можете увидеть ровные слои, которые идут один за другим, непрерываемые какими-то изменениями, искажениями и эрозией. Вот отсутствие признаков эрозии указывает на то, что, скорее всего, эти слои были образованы одномоментно, то есть в течение одного процесса, который не прерывался, по крайней мере, не прерывался обнажением суши и эрозии, и потом новым отложением и так далее и тому подобное, как это выглядит у геологов-эволюционистов. Следующий признак – это деформация мягких пород. Деформация мягких пород. Следующий слайд. Вот на этом слайде показан геологический разрез большого. Она работает просто на экране, не это. А, переключайте им. О, спасибо. Ой, это здорово. Вот на этом слайде мы видим геологический разрез Большого каньона, демонстрирующий моноклинальные пласты и деформацию кайбаб. Деформация кайбаб – это когда сразу несколько слоев – это сначала так называемый, как же он называется? Лаймстоун. Известняк. Вот. У меня это заклинило в голове термин правильный. Пропал. Так вот, сначала известняк кайбаб. Это вот верхний слой. Сейчас разберемся с этой указочкой. Ага, я понял, да. Я просто хотел показать вам. Вот верхний слой – это известняк кайбаб, затем известняк муав, потом сланец, так называемый bright angel, яркий ангел. Ну, они там, все эти слои, они имеют свои названия. Потом песчаник топиц и так далее. Так вот, считается, что вот самый нижний слой песчаник топиц откладывался на протяжении 550 миллионов лет. лет, точнее, извиняюсь, 550 миллионов лет назад. Потом откладывался вот этот вот сланец, потом один вид известняка, потом другой вид известняка. И вот последний вид известняка на протяжении двух, он откладывался примерно 250 миллионов лет назад. И затем посмотрите на стрелочки, которые показаны у вас, ну, где-то вот в нижней части слайда, вот эти вот стрелочки. Считается, что примерно 70 миллионов лет назад начали происходить тектонические сдвиги, то есть геологические плиты начали сдвигаться, что и вызвало вот эту вот деформацию слоев. В результате образовалась вот такая вот структура, то есть что все вот эти вот слои осадочных пород, что они вместе сгибаются, идут вниз, потом снова изгибаются и снова выправляются в горизонтальном таком вот положении. Но подумайте, подумайте, к тому моменту, когда 70 миллионов лет назад, по утверждению эволюционных геологов, когда 70 миллионов лет назад начала происходить вот эта вот деформация, деформация Кайбаб, к тому моменту, например, песчаник Топиц, который самый нижний слой, он уже существовал, по эволюционной датировке, он уже существовал более 400 миллионов лет. То есть он уже лежал там 400 миллионов лет. Самый верхний слой уже там лежал 180 миллионов лет. И вот эти слои, которым уже 200-400 миллионов лет, вместе претерпевают деформацию, то есть происходят силы, которые начинают давить на эти слои. Почему эти слои не треснули? Почему не возникло, как это часто бывает, не возник раскол земной поверхности? Эволюционные геологи отвечают на этот вопрос, что при определенных условиях, в частности, когда большая температура и большое давление, то в результате большого давления и большой температуры эти слои могут изменяться вместе, параллельно друг к другу, не разрываясь. В чем проблема? Посмотрите на второй, вот второй слой, который называется яркий ангел, это слой сланца. Сланца, сланец. Дело в том, что под воздействием большой температуры и высокого давления сланец подвергается метаморфозом и превращается уже в какой-то другой вид камня. Он не остается сланцем. Здесь остается сланец, то есть он явно не был под действием большой температуры и большого давления, тем не менее, все эти слои, они вместе были сдвинуты, не разрушившись. Что, скорее всего, говорит о том, что вот это вот перемещение этих слоев должно было происходить тогда, когда все эти отложения были еще молодыми и достаточно влажными, а не хрупкими. Так, сейчас попробую сам переключать. Вот на этой фотографии вы можете увидеть огромный пример деформации пластов. Видите, пласты идут сначала в горизонтальном направлении, потом изгибаются и идут в вертикальном направлении. Чтобы понять, каких масштабов эта деформация геологических пластов, посмотрите, пожалуйста, вот на этот кружок. Этот кружок – это люди. Видите? Видите теперь на картинке там людишки такие маленькие? Вот каких огромных размеров деформация. Так вот, вы можете увидеть, что все эти слои, они деформировались очень сильно, под углом аж 90 градусов, но при этом не возникло раскола или разрыва, что свидетельствует о том, что вот эта деформация должна была возникнуть тогда, когда они были еще мягкими и податливыми. То есть, это все происходило достаточно быстро. Вот еще одна фотография, где тоже показана деформация геологических слоев. Вот. То же самое, вот, как мы уже сказали, эволюционисты утверждают, что камни могут изгибаться под действием большой температуры и высокого давления. Однако, в этом случае сами породы должны подвергаться метаморфозу, изменению, то есть, они становятся метаморфическими геологическими породами. Однако, в данном случае вот этот сланец не изменился и не превратился в какую-то другую метаморфическую породу. вот это свидетельствует о том, что, когда эти слои изгибались, они были еще достаточно мягкими и податливыми, пластичными. Поэтому-то вот эта деформация произошла вот без каких-либо разрывов. То есть, поймите, когда эволюционные геологи смотрят на эти слои, они говорят, каждый слой развивался на протяжении сотен тысяч лет, откладывался медленно на протяжении сотни тысяч лет. То есть, вот то, что вы видите на этой фотографии, это слои, тут, наверное, это с тысячу слоев, которые откладывались миллионами лет. То есть, они должны были стать предельно хрупкими за это время. И вот при, когда они подвергаются настолько сильной деформации, они должны были разломиться, как мы видим во многих других местах на поверхности земной коры, когда происходит извержение всякие, образование всяких трещин и каньонов. Здесь они не изменились, что свидетельствует, что они были еще мягкими и податливыми, когда образовывались. Ну, и вот это вот моя фотография тоже. То есть, вот такие вот изменения, изменения, которые послойно прям охватывают слои на протяжении многих метров, иногда десятков метров, они в большом каньоне на каждом шагу. Это тоже свидетельствует о том, что эти породы были деформированы, когда они были еще мягкими. Следующий признак или свидетельство всемирного потопа это отсутствие биотурбации в стыках. Сейчас я поясню, что это такое. Когда у нас есть какая-то поверхность, на любой поверхности, будь это поверхность дна океана или дна моря, или поверхность земли, на любой поверхности всегда растет что-то живое. На любой поверхности растут растения, которые нарушают поверхность вот этой вот земли, да, ее целостность, они свои корни пускают. Есть моллюски, которые зарываются вглубь, есть черви, которые прорывают эту землю, и есть растущие живые растения. И если если бы это происходило, если бы каждый из этих слоев, которые постепенно откладывались, да, если бы это когда-то представляло собой дно океана, то следы вот этих вот моллюсков, растений, червей должны были остаться. То есть все эти слои должны были бы быть изрезаны вот этими следами, и они должны быть на каждом шагу. Проблема в том, что когда мы смотрим на геологию Большого Каньона, то мы можем увидеть, что между слоями нет, слои ничем не нарушены, то есть там нет никаких свидетельств жизни. Здесь на этой фотографии показана ну вот большая такая пещера, в этой пещере могло бы уместиться наверное 5000 человек, здесь далеко не полностью она попала в этот кадр, только вот люди у входа в эту огромную пещеру, ну и здесь хорошо видны тоже слои, вот если внимательно к ним присмотреться, то в этих слоях отсутствуют следы биологического нарушения целостности, так называемая биотурбация, то есть нарушение целостности вот этих вот слоев посредством биологических объектов, биологических существ. Следующее свидетельство о потопе это отпечатки зыби, следов животных и капель. Когда у нас какая-то поверхность находится под водой и есть какое-либо движение воды, то, что происходит? Эта поверхность, как правило, идет волнами. Если вы посмотрите на реки, то вы не увидите в реках прям абсолютно гладкого, ровного дна. Наоборот, оно идет как бы такими горками, да? Помните такое? И вот именно эти мы, что мы можем найти? Мы можем найти очень часто в Большом каньоне следы вот этой вот зыби, которая возникает от движения воды. Естественно, по понятным причинам, если бы эти слои образовывались в течение миллионов лет, то вот эти вот, вся эта зыбь, она была бы просто стерта дальнейшим временем, использованием, ветром и так далее и тому подобное. В результате чего могла сохраниться зыбь песка, зыбь песчаного дна? Лишь в результате того, что вот этот слой был быстро покрыт другими осадочными породами, что как раз происходило при потопе. То есть, во время потопа двигались воды, в которых была растворена вся земля, которая была сметена, срезана с поверхности нашей планеты, и вот эта вот вся, все это растворенная взвесь, она быстро покрыла все вот эти вот следы, следы зыби и даже капель. То есть, когда идет дождь, он падает на песок и на песке оставляет выбоину от капли. И вот представьте себе, мы на камнях находим следы капель и следы животных. Опять же, если бы эти эти слои, они были образовывались в течение миллионов лет, то было бы совершенно неестественно ожидать найти следы животных или следы капель, потому что они, естественно, стерлись бы за миллионы лет. И вот эти вот следы могли сохраниться, лишь если, будучи отпечатаны в песке, они быстро потом оказались покрыты водой и как бы зацементированы, и потом уже мы их после потопа, они открылись и мы их обнаружили. На следующей фотографии вы увидите как раз такие вот следы. Немножечко их плохо здесь видно. Вообще, если бы мы не знали заранее, то мы бы, наверное, их и не заметили. Но наши гиды, они уже знали, где вот эти вот следы можно найти, где на каких камнях они открыты для обозрения. Они взяли водички, полили поверхность камня водой, и тогда эти следы стали более отчетливыми. Вот не знаю, насколько вам удастся это разглядеть, но вот здесь вот две пары, вернее, пара, да, нет, две пары, все правильно, две пары следов. Вот, то есть это, возможно, либо два животных, либо я не специалист, может быть, это две стороны, две лапы с одной стороны, две лапы с другой, но отчетно видны вот отпечаток, и следы когатков, отпечаток и следы когатков вот по всей вот этой вот поверхности камня. Подумайте, в камне отпечатались следы животного. Каким образом это было возможно? Это можно объяснить, лишь если вот эти вот следы были отпечатаны первоначально в песке, и потом вот эти вот следы оказались быстро погребены водой и засыпаны илом, песком и так далее, что как раз-таки естественно для для потопа. Следующее свидетельство потопа – это многослойные окаменелости. Многослойные окаменелости – это условное название такое – это окаменелости, которые проникают через множество слоев. Вот это вот дерево было найдено, которое здесь изображено на рисунке. Почему на рисунке, вы сейчас поймете. Это рисунок из старого геологического журнала. из журнала «Начало девятнадцатого века», когда фотографии еще не было, либо она не была распространена. Так вот, вот это вот дерево было найдено в 1826 году недалеко от города Эдинбурга в Шотландии, и оно проникало через несколько слоев, чередовавшихся между собой песчаника и сланца. Когда были предложены разные теории, как это дерево могло туда попасть, были предложены теории, что это дерево находилось всегда на своем месте и изначально там присутствовало. Другая теория, что оно попало туда из другого места, было принесено, и вот эти вот теории обсуждались с 1820-го до начала 1840-х годов. И некоторые ученые тогда говорили, утверждали, писали, что они знают несколько таких деревьев, которые проникают через много слоев, и все они или многие из них производят впечатление, что они изначально находились на этом месте. Подумайте, как вот это вот дерево, появление вот этого дерева можно было бы объяснить с эволюционной точки зрения. Если бы это дерево росло, и вот эти вот слои откладывались постепенно на протяжении миллионов лет, что с деревом бы произошло? Ну, естественно, оно не могло бы стоять миллионы лет, пока его покроют все эти слои и сохранят его таким образом. А если это дерево попало откуда-то извне, вот в эти слои, и проросло их, каким образом оно бы их проросло своим стволом? Как бы, с какой силой его нужно было бы продавить через вот эти вот многие метры горных пород? То есть, все это выглядит достаточно проблематично. Я покажу вам еще несколько сейчас фотографий. Вот еще одна фотография, которая показывает тоже такое же дерево, ствол дерева, который пронизывает несколько слоев. Вверху это пласт угля, затем идет большой довольно-таки слой известняка и внизу снова пласт угля. И дерево пронизывает с собой все вот эти вот слои. Следующая фотография. Следующая фотография. Опять же, в массе чередующегося песчаника и сланца было найдено множество стволов, вертикально расположенных стволов деревьев. Каким образом они туда попали? Опять же, если вот эти вот все слои формировались на протяжении миллионов лет, то с какой силой это дерево должно быть засунуто туда в толщину этих слоев и остаться там? Если же дерево росло и оказалось покрыто, ну, как оно могло сохраниться, опять же, если это все отложение шло миллионами лет. Причем, что интересно, все вот эти вот деревья без исключения, все вот эти вот деревья, которые пронизывают несколько геологических слоев, все они обладают одинаковыми характеристиками. Они все без веток, вы, наверное, увидели, это на фотографиях обратили внимание, без корней, без веток, без коры. что свидетельствует о том, что они оказались там скорее катастрофическим путем. То есть, они оказались там не в результате того, что они росли на этом месте, ну, и уж, естественно, не в результате того, что кто-то их как молотком вбил вот в эту толщу слоев, но они оказались там катастрофическим путем. Как это можно представить с точки зрения Всемирного потопа? Во время Всемирного потопа Шли очень глобальные катастрофические процессы, когда деревья смывались с поверхности земли и обрабатывались, как в каком-то станке, который снимал с них и все ветки, и всю кору, и обрубал их корни. То же самое произошло в окрестностях горы Святой Елены при извержении 1980 года. Это произошло на наших глазах, и это было подтверждено, документально засвидетельствовано. На эту тему есть множество документальных фильмов. Я смотрел документальный фильм. Образовался так называемый каньон Инженера. Это когда началось извержение вулкана Святой Елены. Он на большой горе располагается, покрыт льдом. Естественно, при извержении вулкана весь этот лед растаял, и вот эта вот вся масса воды, растаявшегося льда, она ринулась в долину, а там был лес. Она сняла лес, сбрила, как бритвой. В результате образовалось озеро. А на этом озере, когда несколько лет спустя уже все успокоилось и начали проводить изучение, на этом озере плавали на поверхности огромное количество как плоты из этих деревьев. Все стволы деревьев характеризовались именно такими характеристиками. Они были все без коры, без веток, без корней, ну, либо обрубки корней там были с одного края, да. То есть они же из-за того, что они вот, ну, вращались водой, там друг с другом сталкивались, они были словно бы, как это сказать, как правильно слово вот сказать, когда с верхней слой снимают, да, как на станке. Как, да, ну, как отшлифованные или как есть такие станки, я вот это забыл уже, как они называются, да, когда вращается болванка, да, и откалиброванные, да, может быть. То есть вот, я не знаю, как правильно сказать, откалиброванные, отфрезерованные, я не знаю. В общем, из-за того, что они вращались, друг с другом сталкиваясь, они все были, оказались без коры. Потом проходит еще несколько лет и продолжают изучать вот это вот же, так называемое, вот этот вот каньон инженера и озеро инженера, которое образовалось после извержения вулкана Святой Елены. И что происходит? На дне озера кора и ветки, вверху плавают стволы деревьев. И время спустя стволы деревьев занимают вертикальное положение. За счет чего? Потому что корни у них вот с одного края, они были обрублены, да, но один край был более толстый, другой край более тонкий. И по мере того, как дерево набухало от воды, оно переворачивалось и занимало вертикальное положение. И вот мы можем представить себе, что то же самое происходило во время потопа. Во время потопа вот все леса на поверхности всей планеты были просто срезаны. И все деревья, они были вот так вот отшлифованы, отфрезерованы. И многие деревья успели в течение этого года развернуться вертикально. И когда потоп прекращался и воды потопа уже уходили с поверхности земли, вот откладывающиеся слои, как раз вот эта взвесь, которая в воде, взвесь всех элементов, всего материала, откладывающиеся слои, они эти деревья как раз таки и прикрыли вот в этом вертикальном положении. Эволюционисты истолковывают, что это якобы миллионами лет шло постепенное отложение. Это маловероятно, это не объясняет вот эти вот многослойные так называемые окаменелости. И один ученый, я сейчас скажу о нем несколько слов, это Дерек Эйджер. Дерек Эйджер это профессор и заведующий кафедрой геологии университетского колледжа Суонси в Уэльсе с 69 по 88 годы. Президент британского геологического общества с 88 по 90 годы. 900, да, 1988-1990, то есть недавно относительно. Президент британского геологического общества. Заслуженный профессор вплоть до своей смерти в 1993 году. За свою жизнь он посетил 57 стран для изучения горных пород. Написал 200 статей, 4 книги и множество коротких заметок в журнале «Новый ученый» New Scientist. И вот что он говорит. Он пишет в своей книге «Новый катастрофизм». Причем я сразу скажу, что он не был христианином. Он не был христианином и он не был верующим в Библию или верующим в Большой потоп. Просто он пошел наперекор преобладающему научному мнению. Преобладающее научное мнение говорило о том, что все геологические слои образовывались, откладывались на протяжении миллионов лет. Потом океан сошел, потом эрозия шла тоже на протяжении миллионов лет и так далее. Так вот, Дерри Кейджер, еще раз повторюсь, заслуженный профессор и президент британского геологического общества, неверующий человек. Дерри Кейджер пишет. «Очевидно, отложение должно было произойти очень быстро, чтобы похоронить дерево в стоячем положении, прежде чем оно разложилось или упало. Нам не избежать вывода, что отложение временами бывает очень быстрым и что иногда оно прерывается на длительное время, хотя оно выглядит однообразным и непрерывным». Это Деррик Эйджер пишет в своей книге «Новый катастрофизм». То есть он отходит от теории Лайеля, которая уже больше 200 лет доминирует в геологии. Это теория градуализма, то есть медленного и постепенного отложения. И принимает теорию катастрофизма. Он говорит, что данные факты свидетельствуют о том, что очень часто отложения осадочных пород, вот эти вот толщи осадочных пород происходили быстро, в течение короткого времени. Что как раз таки соответствует библейскому повествованию о потопе. Еще интересный приведу вам, очень интересный факт – это массовая гибель наутилоидов. Вот в Большом каньоне есть такая формация, она называется «Красностенный известняк». Это очень большая формация, которая покрывает 30 тысяч квадратных километров и располагается на территории нескольких штатов. И Большой каньон ее тоже прорезает. Так вот, один профессор занимался изучением этой формации. Она толщиной 120 метров. И в этой формации мы находим… Непонятно, как он реагирует, когда реагирует, когда не реагирует. Мы находим окаменелости наутилоидов. Наутилоид – это такое вот животное. Не хочет выйти наутилоид. Это рисунок, как он выглядел. Вот такое вот животное с конусом и с щупальцами. Чем-то похоже на каракатицу, только с конусом. И оно было разного размера. Наутилоиды могли быть от порядка, может быть, полуметра длиной до двух метров длиной. И 25% наутилоидов вот в этой формации погребено вертикально. То есть, вот этот вот ученый, он изучал наутилоиды. И представьте себе, наутилоид – это живое существо, которое, естественно, будучи оставленным на поверхности, оно очень быстро будет разлагаться. И если вот эти вот слои, они откладывались медленно на протяжении миллионов лет, то как наутилоид мог в этом слое остаться погребенным вертикально? Это кажется невозможным. То есть, он же не мог бы стоять и ждать, пока на протяжении миллионов лет заполнится вокруг него пространство вот этими слоями осадочных пород. И если бы он даже просто остался на поверхности, он был бы очень быстро уничтожен. Так вот, 25% наутилоидов погребено вертикально, но это еще не все. Самое интересное – это то, что все они располагаются в определенных направлениях. Посмотрите, вот этот вот профессор, он посчитал, он проанализировал количественно все наутилоиды, которые он смог найти, и оказалось, что все они ориентированы в определенном направлении. То есть, у них ориентация, большинство наутилоидов располагалось, ориентировалось их конусы вот в направлении с северо-западного на юго-восточное. Видите, вот это вот количество, но у вас это изображено на схеме. То есть, большинство было вот именно в таких направлениях. Это совершенно необъяснимо с точки зрения медленного, постепенного, на протяжении миллионов лет формирования этих слоев и гибели вот этих наутилоидов. То есть, представьте себе, если они гибнут медленно и постепенно на протяжении миллионов лет, ну, естественно, по закону случайности они должны более-менее равномерно располагаться во всех направлениях. Правильно? Вот. А здесь они четко ориентированы в определенном направлении. Более того, он дальше исследовал, и оказалось, что это направление совпадает с направлением некоторых других тоже и окаменелостей, и расположение некоторых пород. Осадочные породы, некоторые породы откладывались тоже именно в этом направлении. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, это было направление течения. Направление течения. То есть, именно направление течения располагает вот конусы в определенном направлении, и осадочные породы тоже откладываются именно в этом направлении. И это тоже очень хорошо соответствует теории Большого потопа, Всемирного потопа, когда воды из-за вращения Земли двигались в определенном направлении. Кстати, вы когда-нибудь задумывались над тем, что вода ведь во время Большого потопа, Всемирного потопа, она ведь двигалась из-за вращения Земли и из-за Луны. Вот сейчас, когда Луна вращается вокруг Земли, она вызывает движение воды. Какое движение воды? Приливы-отливы, да? Почему вода останавливается, двигаясь за Луной? Ну, потому что она встречает препятствия в виде суши. Выше она подняться не может. Она сколько-то поднимается, Луна ее немножечко утягивает за собой, она останавливается. Потом Луна делает оборот вокруг Земли, с другой стороны выходит и начинает в другую сторону тянуть воду. Она в противоположную сторону двигается. А теперь представьте себе, если у нас нет этого барьера суши, и вся поверхность Земли покрыта водой, и Луна вокруг нее ходит и постоянно утягивает с каждым витком, утягивает за собой воду, придавая ей все большую скорость. В скором времени, после нескольких витков, наступает эффект резонанса, быстрее и быстрее начинается движение воды, и воды начинают двигаться по поверхности Земли со скоростью автомобиля, со скоростью около 100 км в час, срезая все, что попадается на их пути, поднимая вот всю эту взвесь земли, камней, всего, что сбрито с поверхности Земли, поднимая эту взвесь в воду, да. И вот, скорее всего, с движением этой воды связана и ориентация и наутилоидов, и осадочных пород. Вот, ну, вот здесь вот фотография наутилоида, как выглядит окаменелость наутилоида в камне. Ну, и я уже сказал вам, что деревья подвергались обработке. Мы видим все следы деревьев, окаменелых, которых мы находим. Мы находим их без веток, без коры, без корней, но зато мы находим окаменелости коры отдельно и окаменелости веток отдельно, что тоже свидетельствует о катастрофической гибели этих объектов. Очень коротко скажу о молодых окаменелостях. По эволюционному происхождению, вот, окаменелости разных животных относятся к эоцену 36-57 миллионов лет назад, потом к меловому периоду, 66-144 миллиона лет назад, и к пенсильванскому периоду в кайнозойской эре, это 286-320 миллионов лет назад. Но, когда вот эти вот окаменелости, которые относятся по эволюционной классификации к очень сильно разным периодам, которые отличаются миллионами лет между собой, когда они анализируются по методу углерода-14, то все образцы разных окаменелостей из разных слоев оказываются примерно одного возраста менее 70 тысяч лет. Ну и еще одно потрясающее открытие – это открытие углерода-14 в алмазах. Дело в том, что алмазы считаются одними из самых древних, камней в геологической системе. Возраст алмазов, определяемый на основании радиоизотопного метода исследования – 1-2 миллиарда лет. Но в этих алмазах при помощи метода углерода-14 обнаруживается углерод-14, кристаллическая структура алмазов предотвращает взаимосвязь с углеродом-14 в настоящее время. То есть, это углерод-14 не мог попасть из современной атмосферы, не могло произойти в настоящее время загрязнение этих алмазов, поскольку это кристаллическая решетка, в ней не заменяются атомы. Вот при образовании попал туда углерод-14, и он до сих пор остается углеродом-14. И по методу углерод-14 датируется примерно 58 тысяч лет. То есть, подумайте, при помощи других радиоизотопных методов алмазы датируются возрастом 1-2 миллиарда лет. При помощи метода углерода-14 58 тысяч лет. То есть, это показывает, что на самом деле далеко не все гладко и логично в теории эволюции. Ну и, наконец, еще одна интересная вещь, последнее, может быть, наблюдение, которым я поделюсь. В Большом каньоне мы можем найти слои, которые относятся к разным периодам. Эволюционные геологи относят эти слои к постепенному формированию на протяжении миллионов лет, как мы уже сказали, объясняют появление этих слоев постепенным формированием на протяжении миллионов лет. Но вот в чем проблема. Проблема в том, что между вот этой вот базовой подслойкой, базовым камнем и дальнейшими геологическими породами вот на расстоянии одной ладони отсутствуют где-то 400 миллионов лет. То есть те слои, которые геологи утверждают, должны были бы здесь находиться, которые они обнаруживают в других местах нашей планеты, вот здесь вот 400 миллионов лет слоев просто отсутствуют, куда они могли деться. Если бы все формировалось действительно постепенно и одинаково, то все эти слои должны были бы быть везде одинаковыми. Но вы знаете, то, что вы видите в учебниках по эволюционной геологии, когда вам дается колонка всех геологических слоев. Вот эта колонка не существует ни в одном месте Земли. Она надергана из разных мест. Несколько слоев взято с этого континента, несколько слоев с другого континента. По найденным в них остаткам животных, они датированы, что это более древние, эти более молодые, они искусственно на бумаге объединены и поставлены одни над другими. В реальности это не существует. Эволюционная теория – это теория, которая вызывает у многих думающих людей и настоящих специалистов, вызывает очень много вопросов. В ней далеко не все гладко. И вот тот же самый Деррик Эйджер, о котором я уже говорил, я процитирую вам его еще немножечко. Он говорит, наверное, стоит сказать несколько слов о названии книги. Как политики переписывают историю человечества, так геологи переписывают историю Земли. На протяжении полутора столетий в геологическом мире господствовал градуалистический униформизм Чарльза Лайеля. Ну, то есть, вера в то или представление о том, что все формировалось медленно, постепенно, при помощи одних и тех же процессов. Можно даже сказать, что геологам промыли мозги, пишет президент геологического общества Великобритании. Он говорит, можно сказать, что геологам промыли мозги. Любое упоминание о катастрофических событиях отвергалось как старомодное, ненаучное и даже смешное. Позднее в своей книге он добавляет следующее. Возможно, с возрастом я становлюсь более циничным, однако я никак не могу отделаться от ощущения, что люди видят то, что хотят видеть. Как сказал сэр Эдвард Бейли в 1953 году, чтобы найти что-то, нужно верить, что это возможно. Ну и надо сказать, что это пишет человек неверующий, но который говорит, что у теории Лаеля медленного, постепенного отложения всех этих слоев есть большие проблемы. А посмотрите вот на эту картину, на эту фотографию. На этой фотографии много слоев осадочных пород, которые отложились в результате, как мы считаем, в результате потопа. И вот в Большом каньоне есть такое место, куда ты заходишь, и ты оказываешься как бы окружен всеми вот этими вот горами на очень маленьком промежутке. На промежутке может быть 5-10 метров над тобой со всех сторон вот эти вот напластования вот этих осадочных пород. Это можно сказать, что это напластование грязи или глины, или вот той жидкой грязи, которая, ну, как в лужах, да, или которая в результате потопа, да, была взвешена в воде, и потом в течение короткого времени отложена. Вот все эти отложения, они свидетельствуют о Божьем суде. То есть когда-то вот этот вот суд выпал на нашу землю, на первое человечество, и когда ты стоишь окруженный вот этими, этой застывшей грязью, ты думаешь, не хотел бы я оказаться под этой застывшей грязью. Но когда-то, по-видимому, миллионы людей, мы не знаем численности древнего населения, допотопного населения, но, по-видимому, это миллионы людей, когда-то оказались под потоками вот этой вот грязи в результате Божьего суда. Всемирный потоп напоминает нам о том, что грех заслуживает смерти в Божьих глазах. Всемирный потоп напоминает нам о том, что когда-то Бог уже судил человечество, и впереди еще будет глобальный суд. Либо, когда мы умрем, и мы предстанем перед Богом на суд, либо, если мы доживем до второго пришествия Христа, и этот суд начнет изливаться на землю в катастрофических событиях снова, в событиях другого плана, другого масштаба. Это не будет потоп, но это будут эпидемии, это будут войны, это будут космические какие-то катаклизмы. И затем, собственно, пришествие Христа и окончательный суд над всеми людьми. Когда мы размышляем о потопе, мы должны представить себе, что мы совершенно бессильны. Мы бессильны даже просто перед рекой, в которой можно утонуть. Тем более мы бессильны перед мощными водами цунами или океана. Мы бессильны перед водами всемирного потопа. Мы точно так же бессильны перед всей окружающей нас природой, а над этой природой Бог, который ее сотворил, который ею управляет. Что мы можем противопоставить Божьей силе? Наивны и беспечны те люди, которые никогда не задумываются о Божьем суде и о том, что им предстоит предстать пред Богом. Но стоит об этом подумать, стоит действительно об этом задуматься, потому что когда-то грядет на землю Великий суд. Где вы будете? На чьей стороне? Будете ли вы на стороне Иисуса Христа, на стороне спасенных? Будете ли вы на стороне небес? Или же вы будете на стороне тех людей, на которых пойдет этот суд, и которые будут давать отчет за каждое свое дело? Господь предлагает сегодня, не дожидаясь новой катастрофы, не дожидаясь каких-то Божьих катаклизмов или наказаний в вашей личной жизни, Господь предлагает сегодня уверовать во Христа, прийти к Нему с покаянием, стать учеником и последователем нашего Господа. Бог обещает вам прощения, Бог обещает вам мир, Бог обещает вам исцеление от греха, Бог обещает вам смысл жизни, свое постоянное присутствие и дружбу. Он обещает вам надежную, непрекращающуюся, неподводящую любовь. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Я желаю искренне, чтобы каждый человек действительно имел мир с Богом, чтобы будущий суд Божий и будущий гнев Божий не угрожал вам, но наоборот прошел мимо вас, стороной, чтобы вы были укрыты под рукой Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам возможность размышлять об истинных Писания. Благодарим Тебя, что с самой первой книги Библии Ты говоришь к нам, бросая где-то нам вызов нашему мышлению, заставляя нас задуматься, показывая нам эту жизнь с точки зрения вечности, с точки зрения Твоего глобального замысла и указывая нам на Твой путь спасения в Иисусе Христе. Прошу, чтобы Ты благословил всех нас, пусть все, о чем мы слышали, останется в наших сердцах, сформирует наше мышление, мировоззрение и веру. Просим, пусть Дух Твой Святой укрепит нашу веру и отношения с Тобою. Благослови всех здесь присутствующих и всех, кто будет еще когда-то смотреть этот семинар. Да прославится Твоим во всем. Аминь.